Друзья, всем привет! Сегодня у нас матч против команды ТНТ и как они, собственно, это все заявили, это будет самый смешной матч в истории футбола. Я пока не знаю, какие будут правила, что-то будет меняться, что-то будет происходить, но я знаю точно, что еще в далекие времена вы постоянно писали о том, что мне обязательно надо налить Кока-Колу на перчатки или наклеить двусторонний скотч на перчатки в реальном матче. Стабильно раз в год я выпускаю подобную рубрику. Возможно, на этом мы за финалем, потому что это будет апогей вообще всего произошедшего. Я сегодня буду наклеивать скотч, лить колу и, может быть, что-нибудь еще. Погнали! Что-то погнали сказал как-то, блин. А, погнали! Мы же тут, ну, в Одинцово все-таки. Спорт-24. Это люди, с которыми я делаю новое шоу «Загоны», связанное с футболом и его психологией. Там мы приглашаем крутых гостей, психологов и разбираем сложные моменты для каждого футболиста. Поэтому переходите, оставлю ссылку в описании. Короче, мы уже однажды клеили двусторонний скотч. Это видео набрало больше миллиона просмотров. И в тот момент я наклеил их на дешевые демиксы. Я подумал, интересно, если на демиксах он так хорошо все приклеил, то что вообще будет происходить на перчатках, которые, мне кажется, это первые перчатки каждого человека, который когда-либо вставал в ворота, который когда-либо, не знаю, прижал в деревню, его ставили в рамку. Мне кажется, все в этом играли. Мы наклеили. Пока что мне категорически не нравится. Это очень скользко. По-моему, пора менять перчатки, как перчатки. По-моему, ничего не изменилось. Как не фиксировался мяч, так и не фиксировался. И, в общем-то, произошло то, чего мы ожидали. Ни хрена не произошло. Они были и остались скользкими абсолютно, поэтому мы перешли на Кока-Колу. Я не знаю, что вы знаете, но я знаю то, что вы можете не знать. А я знаю, и потому я вам скажу, что Фон Бетт – это наш надежный партнер. С более чем 25-летней историей. Партнер не только, кстати, наш, но и сборной России по футболу. А это значит, что вы можете получить по ссылке под роликом бонус до 15 тысяч рублей, если вы еще не регистрируетесь на сайте или в мобильном приложении, где бесплатные трансляции. Все это под роликом. Вспоминая опыт прошлого, Коле надо дать просохнуть. Мы налили, мы дали посушиться. Я в раздевалке, в туалете поднес к полотенцесушителям, но по-прежнему абсолютно это никак не помогло. И я уже думаю, что с этим делать. Мы выходим на матч, но происходит что-то еще хуже. Возвращаясь к контенту, перчатки вообще не липкие, они скользкие. Поэтому у меня сегодня антагонизм, противоположности. Наоборот, будет хуже. Это перчатки-оправдание. Мы Амкал, а мы нет! Мы Амкал, а мы нет! Мы Амкал, а мы нет! Ну а что касается... Так же с руками Майорова. Амкал, а выходит один на один и забивает! Амкал, три-два! В этом не будет никаких абсолютно проблем. Герман или Классика забивает. Абсолютно нет ударов поворотом. Один, один удар и больше ничего не предвидится. И я понимаю, из этого совсем не получится ничего. И я подумал, Блатов давно напрашивался в рамку. Мы давно об этом говорили. Так пусть попробует себя. Когда, как не здесь, Блатов встанет в раму. А я? А я пойду в нападение. Может, поле сыграть из-за головы в белых собрал поле за Амкалку? В это время Федоз идет в атаку! Вот такой контрнаступление от Федоза, который издалек... И счет становится 3-0! Мы поменялись майками. И все, я пошел атаковать. И тут идет момент, кстати, Блат дает офигительнейшую длинную передачу. После чего Димон Егоров подрабатывает мяч рукой. Я уже вижу это, я понимаю, что он обработал рукой. Он дает мне прострельную передачу. Я забиваю. Я еще боялся в этот момент шальную по воробьям дать. Но нет, слава богу. Я попал в ворота. Я уже бегу, праздную. У меня такое счастье, я забил гол впервые за 5 сезонов. Судья, походу, не заметил руку. Все хорошо, но он все-таки заметил, что Димон подыграл себе рукой. Гол пришлось отменить. В общем-то, я продолжил атаковать. Я понимал, что нет-нет, да и мой момент наконец-то придет. И вот подается угловой. На бокасе Пскана капитан команды делает подачу. Хорошую, крученую, верченую. И можно бить. И с переком. Он все-таки забивает свой гол. На этот раз с гол защитом. И Денис Зубко в полном восторге. Лучшая игра его команды. Угловой удар, поддача, которая отбивает вратарь. И тут мяч прилетает ко мне, я хочу, я. И все, и я попал. Я попал, я забил свой первый гол. За Амкал. Я мечтал это сделать еще в матче Амкал против Амкала. Но это произошло в довольно курьезном, смешном, абсолютно несерьезном матче. Но черт возьми, как я был счастлив. Я был просто, я не знал, куда себя деть. Я побежал праздновать. Я не понимал вообще, что происходит. Я наконец-то забил, так еще и в лед. Это было супер. Это были офигенные эмоции, от которых я просто безумно кайфанул от этого. Я надеюсь, что и зрители кайфанул. Нас болельщики гнали вперед, я вам клянусь. Не знаю, как смотрится со стороны, но у меня вообще не было ощущения, что это какой-то смешной матч. У нас там было человек тысячи, наверное, на трибуне, которые кричали, топили за нас и радовались вместе с нами, когда мы забивали голы, когда мы побеждали, когда мы шли вперед. Это был просто топ. И команда начинает с центра поля. И вот он как раз, шанс, мяч летает. И Блатов в последний момент мог уже подсказнуться. Я не знаю, как-нибудь там выкрутится, но он достал. Идет удар поворотом. И я вот в этом стою такой, ах ты пи***р. Я клянусь, я думал, что сейчас залетит. Я с одной стороны думаю, так этому пизжончику, который постоянно до меня докапывался. А с другой стороны, я поворотарский не могу. Я такой, блин, не должно, не должно. И Блатов переводит. Блатов переводит на угловое. Все хорошо. Моменты продолжаются. Я пытаюсь цепляться, цепляюсь дальше. И, в общем-то, происходит следующий момент. Я бы немного быть человеком. Андрей Семсканов убирает одного игрока. Делает подачу. И я уже забежал на дальнюю. Я ждал, что если куда-то и прилетит, то на дальнюю я буду совершенно один. Я кричу, я, я. И просто этот момент, когда мяч летит тебе на ногу, в лед. Ты, братарь, вы же понимаете, что если я как-то и бью, то я бью куда-нибудь вверх, далеко. Я думаю, как бы сейчас не перестараться и аккуратненько заложить его. И вот что произошло. Хотя бы немного быть человеком. Удар, гол! Ух ты! Ну что он сегодня творит? Спирико! Второй раз подряд после углового ударом с лёта забивает. Галкипер сегодня является лучшим бомбардиром этой встречи. 5-0! Дубль! Этот гол мы выложили отдельно в инстаграме. Обязательно переходите, подписывайтесь, обязательно ставьте лайк на этот видос. Я безумно горжусь этим голом. Причем во время матча у меня все подходят и говорят, ни хера ты голешник забил. А я не понял. Для меня это был такой обычный гол со стороны, я вообще не понял, что произошло. А я, оказывается, реально очень красиво забил. Короче, я очень радуюсь за то, что мы все-таки реализовали то, о чем я мечтал все 5 сезонов. Я забил гол замкал. И даже два. Я забил дубль замкал. Еще один удар с центра поля. И снова Булатов. Классный удар. Я не ворваю. Я не ворваю. Данил бьет и отбивает. Надежность, ладно, ногу взять спокойно, но надежность. Спиряков, уже теряя равновесие, все равно умудрился сделать подачу. Сепскана на подборе и удар, мягкий гол! Он продолжает пахать, пытается сцепиться за мячи и делает это! Егоров опять с мячом! Виктор Блатов зачем-то выскочил, но он не имеет на это права. Как обычно Витя все насрал. Пинальчик, пацаны. А мы же можно на паузу стоять? Не! А ну тогда ладно… ВИИТА!!! Разбег! Удар! Игорь! Витя, я как специалист по финальчику могу сказать, что этоstat meva удар был. Ты был близок к сухарю, у тебя есть сейф, а я забил дубль. Мне кажется, нам пора что-то менять. И в целом Блат сыграл удачно. У него был один неплохой такой сейф. Он ловил намертво, там где надо ловить намертво. Он отлично начинал атаки своими длинными передачами. Короче, Блатов в воротах сыграл очень круто. Во втором тайме я вышел уже попозже. А Фидосик у нас тут наделал вот такую вот офигенную футбольную форму и играл в ней. Давай, 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 надо пособраны. Давай, парни, собраны, собраны. 0-0, 0-0, 0-0. Но откровенно говоря, показать во втором тайме вам нечего. В первом тайме матч, хоть и должен был быть самым смешным, в целом все играли в футбол. Это было одновременно и смешно, и как-то, не знаю, все кайфовали от процесса. Забивались голы, какие-то шли контратаки. А вот во втором что-то все совсем пошло не так. Там и камеди вышли всей толпой на поле, там и что только не было, но только не футбол. Совсем не футбол. И, наверное, мы не будем вам это показывать, потому что во втором тайме не произошло, ну, прям вот вообще ничего. Ну, конечно, не считая великого гола Виточа. Виточ наконец-то забил. Короче, в этом матче Блатов сыграл в воротах, как он мечтал. Я сыграл в нападении, как я мечтал. Но я уже, правда, второй раз это делаю. Я забил дубль, ребята. Я очень рад этому событию. А МКАУ в том виде, в котором вы его видите, закончился. Впереди нас ждет только МКС. Я рад, что таким позитивным, веселым и несерьезным матчем закончился сезон. Друзья, спасибо за то, что классно смотрели видосы о матчах. Спасибо за то, что поддерживали нас весь сезон. Друзья, спасибо за то, что вы даете этому формату жить. Я кайфую от него и надеюсь, что мы придумаем, как интересно подать этот материал на МКС. Обязательно, кстати, пишите в комментариях, как вы хотите видеть эти видосики на МКС. И обязательно ставьте лайк под это видео, если вы хотите видеть подобный формат во время московского Кубка Селебрити. Друзья, ссылочки на видосика, на Витюшу Блатова будут внизу в описании. Обязательно подписываемся и на наш канал. Мы обязательно покупаем перчатки на ginkaystore.ru Спасибо, что смотрите, друзья. Всем пока.